Добрый вечер, Гомель! Мы работаем в прямом эфире. Дорогие друзья, сегодня Международный день студентов, и наша программа присоединяется к многочисленным поздравлениям. Кстати, вы знаете, нашим студентам очень повезло. Свой праздник они отмечают два раза в год. 25 января в Татьянин день и 17 ноября осенью. Дорогие друзья, согласитесь, студенческие годы – это один из лучших периодов жизни почти каждого из нас. Это время, когда начинается взрослая жизнь, которая полна надежд, полна идей. Кстати говоря, по данным Белстат в нашей стране каждый шестой житель – это студент. Причем в Беларуси студентов больше, чем в какой-либо другой стране СНГ. Специалистов с высшим образованием у нас готовят по 15 профилям, которые включают более 400 специальностей и направлений. И наиболее популярная среди студентов по-прежнему специальность экономического и юридического профиля, по которым сегодня обучается треть всех белорусских студентов. Вот что волнует наших студентов, как они живут, чем они заняты от сессии до сессии. Вообще, что происходит с молодыми изобретателями, что происходит с их изобретениями. Очень интересно, например, как живут на Гомельщине выпускники вузов. И, в конце концов, кто из наших ребят поедет на республиканский конкурс «Студент года». Сегодня поговорим об этом в нашей программе. Дорогие друзья, звоните в студию, поздравляйте студентов, делитесь своими историями студенческой жизни, рассказывайте, как вы отмечаете День студента. Наш телефон 342243. Легко ли быть молодым? Тема нашей сегодняшней программы. Кстати, эту тему мы не раз поднимали здесь, в этой студии, на этой площадке всегда очень бурные обсуждения и самые разные мнения на этот счет. Это и понятно, ведь наши участники – это люди самого разного образа жизни и самого разного возраста. Итак, встречайте. Первый секретарь Гомельского областного Белорусского союза молодежи Игорь Завалей. Сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Рады видеть вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня в нашей студии психолог Людмила Тутынина. Встречайте, пожалуйста. Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, Антон. Рады видеть. Присаживайтесь. Ну и, конечно же, победитель областного этапа, республиканского конкурса, студент года 2017, студент филологического факультета, Мозырского университета имени Ивана Шамякина. Встречайте, Ян Ковалев. Добрый вечер, Ян. Присаживайтесь. Всем еще раз добрый вечер. Конечно же, стоит сообщить тем, кто не знает. Вчера в Гомеле выбрали лучшего студента. Это был областной этап. Республиканский конкурс состоится чуть позже. Ну и, конечно же, Ян, мы вас поздравляем. Спасибо. Молодцы. Молодцы. Скажите, вот как вы считаете, почему именно вас, почему именно вы стали лучшим студентом? Я думаю, это просто стечение обстоятельств. Всего лишь? Ну, потому что вот лично с моей точки зрения, это все-таки больше, мне кажется, вопрос к жюри, нежели ко мне. Потому что я просто, я сделал программу, я представил себя, я представил то, чем я занимаюсь, я представил свой университет, горячо мною любимый, а уже жюри сделало какие-то вердикты. Ну, все получилось. Да, как по мне, то весьма. Даже немножечко больше. Даже больше. Ну, замечательно. А что ж. Ян, вы знаете, я думаю, нашим зрителям, да и всем нам очень интересно узнать, какой же средний балл успеваемости у лучшего студента Гомельской области? 8,3. Хороший балл. Ну, а для того, чтобы понять, кто сегодня в нашей студии, кто этот победитель, я думаю, что надо посмотреть вашу такую визитную карточку, которую вы сами приготовили к этому конкурсу. И хочу обратить внимание, что Ян сам это все приготовил, а значит, он так именно себя и видит, то есть презентует себя именно так окружающим. Простую жизнь у студента жил, жил и не было беды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, нет слов, столько вот амбициозности, да? Да, вот Людмила, сразу вопрос, вот это типичные представители молодежи и студенчества сегодня? Вот ты только что посмотрела. Не так было забавно это видеть, почему? Потому что до эфира я немного пообщалась с Яном, да? Вы знаете, такой отличник, такой, знаете, ботаник, да? А здесь совершенно другой. А здесь, правильно сказали, альфа, мало того, что альфа-самец, да? Но был такой, знаете, мужской посыл. Я в игре, я за все отвечаю. Я думаю, что за вас очень серьезно голосовала женская аудитория. Посыл был абсолютно верный, правильный, да, что я за все отвечаю. И я не сверну с этого пути. Отлично. Ну именно все ли. В принципе, я так понимаю, что ты, между прочим, хорошая характеристика для современного студента, да? Амбицией идти до конца. Вы знаете, что если он об этом говорит, значит, наверное, где-то из глубины души идет. Ну, я, ну, слова, музыка, все движения, танцы, это все ваши, да? Не, ну за танцы, конечно, спасибо сказать девочкам, которые танцевали на заднем плане, потому что я сам по хореографии не очень в этом разбираюсь, поэтому танец-то полностью они, но все, что касается остальных аспектов, то есть это видео, это съемка, это монтаж, это запись, все полностью... И полная характеристика, совершенно не скромная, это все ваше, да? Ну да, потому что и цель была клипа, не просто рассказать о себе, но даже так немножечко, так нагло пропиарить себя, вот, поэтому... Ну вот, без наглости студенты никуда. Музыка, мне такая грустная была, ворозная. Спасибо. Игорь, у меня вопрос к вам, скажите, пожалуйста, вы за кого болели вчера на конкурсе? Наверняка был как-то любимчик. Ну, я как руководитель областной организации был заинтересован, чтобы выиграл сильнейший, потому что моя цель, чтобы Гомельская область в этом году выиграла студента года. И, да, Ян уже стал, будет и уже, наверное, не только популярен в масштабах области, но уже в масштабах республики. Для меня это будет самая главная награда. А вы знаете, как он прославил свой институт? Да. Здесь сегодня группа поддержки у нас в гостях, да. Хочу сказать, что Мозырский университет, к сожалению, давно не побеждал именно в наших конкурсах и акциях. И Королева весна, и Студент года, именно связанные со студенчеством. И мне особо было вчера приятно, что Мозыр все-таки выстрелил. А скажите, Игорь, это вообще был предсказуемый вот результат? Или все-таки неожиданная победа у Яна? Ведь вы же его видели. Ну, вы знаете, честно сказать, когда, ну, есть понятие, да, по одежке встречают, и когда вышли все конкурсанты, тяжело было сказать, потому что это были уже лучшие со своего вуза, да, то есть они уже по определению были победители в своих вузах, и там тоже прошли отборочные этапы. И тяжело было сказать, что вот этот 100% выиграет. А когда с каждым конкурсом, я вам хочу сказать, еще сложнее становилось. Ну, было шесть претендентов, да, вчера, то есть девчонки тоже. Нам так вчера организаторы и сказали, что, вы знаете, вот мы обычно, мы видим уже, да, кто победитель, кто примерно, а сейчас мы вот просто, мы в полнейшем шоке. Да, чтобы вы понимали, жюри порядка, наверное, минут сорока советовалось, да, и понятно, что есть баллы, да, но очень плотная была борьба, именно, особенно в первой тройке у участников, кто вот были первые три места, там, конечно, очень все плотно, и до последнего никто не был уверен, кто же, были догадки, но до последнего мы не были уверены, кто именно победит. Мне вот интересно, Ян, да, поддержим. Ян, а эта победа, она для вас что-то значит? Станет ли это какой-то ступенькой? Вот как раз таки, да, это определенная ступенька, это определенная планка, которую я ставлю в первую очередь для себя, то есть я должен стремиться к большему, то есть это еще не финал, это такой, это был, можно даже сказать, отборочный тур, это то есть полуфинал, да, и как бы любая победа, вне зависимости от того, финальная эта победа, полуфинальная, это для меня всегда определенная ступень, потому что это, ну, как-то меняет немножко мое отношение именно к самому себе, к тому, что я делаю. То есть в следующий раз я должен сделать еще лучше. Спасибо. Ну вот из вашего ролика мы узнали, что вы студент филологического факультета и будущий, и педагог иностранной языки, да, при этом вы занимаетесь там какой-то театральной деятельностью, поете, танцуете, а вообще расскажите о себе еще немножко, кем планируете стать, какие у вас действительно амбиции? В своих амбициях, куда, как далеко идти? Как далеко идти? Я бы не сказал, что это все-таки, что я бы не назвал себя амбициозным человеком, то есть тут уже все-таки больше именно было ради сюжета клипа, потому что так, на самом деле, очень много вариантов, кем бы хотел стать, то есть и пойти на второе высшее в Академию искусств нашу белорусскую, вот, и попробовать себя в роли преподавателя, и попробовать себя в роли режиссера и сценариста, и вот как-то с театром тоже, то есть круг занятий, которым бы я хотел посвятить свою жизнь, он достаточно такой объемный, и мне даже, мне очень серьезно, сложно определиться. Наташа, можно я задам ему вопрос, иначе, вот, вы зачем девушку в клипе толкнули? Это вот такой... Сюжет? Вот знаете, как говорят, я художник, я так вижу, вот, есть такое, но... Люда... Ну, на самом деле, это просто, это абсолютно спланированный сценарный момент. Но мне очень интересно, насколько вы сейчас будете себя чувствовать конгруентным, то есть внешне, такой, вы знаете, вам бы в балет, а внутренне такой брутальный мачо, как это? Ну, я надеюсь, что все получится, потому что, ну, конечно, победить хочется, потому что... Людмила, я еще расскажу одну подробность, о которой мало кто знает, совершенно случайно перед эфиром я узнала, что вы, Ян, награждены медалью за служение Родине с детства. Вот, если я правильно понимаю, то такие награды даются суворовцам, ученикам кадетских училищ, да, расскажите. Это, на самом деле, было, получается, два года назад. Это был 2015 год. Девятое, если не ошибаюсь, правовая республиканская олимпиада Фемида. Вот, я представлял еще тогда школу, еще не университет тогда. И это как шло, как награждение, вот, именно приз от жюри, особый приз. Вот, и, ну, так получилось, что эту медаль отдали мне. Я тогда был в качестве чтеца, то есть был конкурс, были заданы несколько тематик, то есть определенная тематика, и ровно в три минуты тебе нужно сделать устное выступление. В первый раз, когда я выступал, это еще тогда был 2014 год, то есть я там буквально все были в шоке, потому что я ровно в три минуты, вот, именно когда гонг звучит, я именно вот попал вот в эту вот... А что, за это дают медали? Нет, это особый приз, которым награждает именно член жюри. Я, к сожалению, уже сейчас точно не вспомню, кто мне его тогда давал. Но я могу с уверенностью сказать, что, во всяком случае, на момент награждения я был единственным гражданским в стране, у которого имеется такая награда. Ну, вы знаете, это интересный факт. Спасибо большое. Есть уже сообщение в вайбере от наших зрителей. Вот, нам сообщают, что вчера были на студенте года, понравилось, круто, супер. Всех поздравляю студентов с праздником. Мы тоже. Мы тоже поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ Константин поздравляет Яна с победой. Он молодец, такая харизма. А вы знаете, спрашивает Константин, что он еще поет и играет в театре. Да, мы уже узнали, Константин. Так вот, пусть расскажет, в каких спектаклях. Хороший вопрос. Карьера актера молодежного театра «Легион» у меня только началась... Это Мозырьский наш. Это Мозырьский, да. Базируется в городском... базируется в ДКНПЗ у нас, во Дворце культуры Мозырьского нефтеперерабатывающего завода. Так вот, карьеру я начал только сравнить на недавно. Это был август месяц. Вообще, на самом деле, есть достаточно забавная история, о которой я бы хотел поделиться. Как я вообще туда попал? В преддверии 9 мая нужно было заменить актера в небольшой такой зарисовке на тему войны. И режиссер театра Александр Васильевич Маськов, он позвонил тогда еще нашему декану факультета Людмиле Васильевне Исмайловой, попросил поискать артистичного студента. И так уж случилось, что выбор пал на меня, а мы с ним до этого были знакомы, потому что он помогал нам делать визитку для Олимпиады Фемида. И после того, как мы уже отыграли все это, то есть прошел, разумеется, какой-то этап подготовки, он мне предложил у них остаться. Вот, в общем-то, так я у них и оказался. Ну что же, продолжайте в том же духе, да. Главное теперь, как бы, сделать все достойно. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Добрый вечер, Гомель. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Меня зовут Герасим. Я хотел бы поздравить гомельских студентов с праздником и Никиту. И хотел бы подарить счетворение. Студент, гомельский студент. Имей, студент, всегда терпение. Пускай плетутся пальцем жгут, когда до белого коленя тебе доценты доведут. Не зли, студент, ведь ты мужчина. Глотай обиды, горький ком. Ведь так сжимается пружина, чтобы расправиться потом. Учись, не быть ты дураком. Примером будь друзьям, подругам. Когда получишь ты диплом, доцент твой станет тебе другом. Лови, студент, халяву за окном. Ложи свою удашу под подушку. Молись, святой Татьяне, перед сном. И не забудь, конечно, про пирушку. Сегодня же светлый праздник всех студентов. И я поздравить вас безумно рад. Ребята, вы достойнее всех аплодисментов. Пусть дареет ваши души листопад. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо замечательно. Вообще просто замечательно. Слабого так вот, а? Написать стихотворение. Я бы сказал, вообще нет. Но для этого, разумеется, нужна какая-то определенная подготовка. Но я бы сказал, что стихотворение очень жизненное. Конечно, жизненное. Это же наш постоянный телезритель. Он все время нас одаривает стихами. Вот эти аплодисменты для вас. Спасибо. Есть еще поздравление от студентов факультета физической культуры университета имени Скорыны. Мы болели за Николая Литовкина. Наш студент из ГГУ, третий курс факультет физической культуры, достойно представил наш университет и занял второе место. Поздравляем. Ну что ж, тоже поздравляем. Ну, а вообще, согласитесь, дорогие друзья, вот наша молодежь, она просто обожает конкурсы. Особенно, кстати говоря, конкурсы красоты. Без них вообще невозможно представить жизнь современных подростков. Их амбиции здесь не знают границ. Вот только представьте, на международный конкурс красоты «Улыбка вселенной-2018» едет наша белорусская красавица из Речицы Екатерина Дубровская. Мисс Речица уже прошла в финал, где будет бороться за самый красивый титул мира в числе 15 красавиц из разных стран. Екатерина работает операционной медсестрой в Реческой больнице и является победительницей самых разных региональных конкурсов красоты, в числе которых мисс «Осеннее очарование», мисс «Фитнес», леди Голливуд и мисс Речица. Кстати, финал конкурса «Улыбка вселенной» пройдет в марте 2018 года в Сочи. Поэтому ждем с нетерпением. Людмила, как ты считаешь, почему сегодня среди молодежи так популярный конкурс? Вот смотри, студент года, конкурсы красоты, они вообще проводятся везде, на каждом, наверное, факультете уже. Первокурсник тот же. Наташенька, а что делать молодым людям в этом возрасте? Они все молодые, красивые, яркие, презентабельные, амбициозные, харизматичные. Очень много ребят, мы сегодня видели типичного представителя, что им делать? И они уже входят во взрослую жизнь. Это проба пера, это первые шаги. Что доступно для них, то они и делают, правда? Они же не могут участвовать, например, в конкурсе строителей, да, там, давай построим дом, да? Или в конкурсе, например, водителей. Они еще просто этого пока не могут делать. Поэтому они берут доступный материал и в этом жанре соревнуются. Есть возможность продемонстрировать свое красивое тело, участвовать в этом конкурсе. Есть возможность поучаствовать в творческом конкурсе. Они участвуют в этом, это здорово. А что дает, в общем, молодому человеку дух соперничества? Я думаю, что навык... Соревновательный вот это. Это навыки на будущее, например, держать удар, выиграть, как я буду победителем себя чувствовать, да? И в то же время, как я буду себя чувствовать проиграющим. То есть это те навыки, которые пригодятся в будущем. Вот как-то вот так вот. Спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина, фамилия моя Воложениц. Я бы очень хотела поздравить студента, студента года теперь. Собственно говоря, это мой племянник. И мы не можем его увидеть и поздравить. Поэтому вот прямо у вас хотелось... Вы заволновались, и вы еще с нами здесь? Да, да, я с вами. Я просто не слышу. Вы поздравили Яна. Мы вас тоже, кстати, поздравляем с этим событием. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, что сегодня волнует наших студентов? Вот, например, вот если взять Яна, допустим. Вы знаете, если взять конкретно Яна, то его волнует абсолютное творчество. Его волнует настолько творчество, что окружающий мир для него, мне кажется, второстепенен. А вообще, мне кажется, наших студентов сегодня все-таки заботит завтрашний день. Так. Поэтому я желаю им уверенности всем студентам в завтрашнем дне, стабильности какой-то определенной. Но своему племяннику я искренне желаю дальнейших побед, потому что это начало того его красивого жизненного пути, который, собственно говоря, мы всей семьей ему и предрекали. Это то закономерное, к чему он поступательно шел с детства. Поэтому я искренне радуюсь и вся наша семья. Спасибо, спасибо. Хороший звонок. А вообще у многих вот студенческая жизнь ассоциируется с весельем, беззаботностью, согласитесь, да? А вот как, Игорь, на самом деле живут наши студенты? Расскажите нам. Чем? Что их волнует? Чем живут? Ну, сейчас на самом деле, вот вы правильно сказали, ну, тему того, что очень много конкурсов, да, и очень много проводится мероприятий, чтобы как можно больше на ранней стадии раскрыть молодых людей, которые талантливые в песне, в творчестве, студенческие клубы, союз молодежи проводит конкурсы. И вот чем больше будет таких конкурсов, тем больше вот мы сможем находить такие алмазы, да, на ранней стадии, чтобы их более грани точить и чтобы они уже к получению диплома, они уже были не просто человеком, который окончил вуз и получил диплом, а который уже четко понимал, что его ждет в жизни. Потому что это немаловажно, чтобы к тому человеку, когда оканчивал вуз, он понимал, что он хочет. Потому что, ну, есть такие молодые люди, которые к концу учебы даже начинают сомневаться. Правильный ли выбор. Туда ли я пошел? А что будет дальше? И вот такие конкурсы, они позволяют убедиться и, наверное, приобрести самоуверенность какую-то в хорошем смысле. Не в плохом самоуверенной, да, а в том смысле, что ты будешь уверен в своих способностях, что вот есть четкие планы, да, что я пошел на филологический, я буду преподавателем. Но еще в то же время никто тебе не запрещает петь и танцевать. А вот, кстати, хорошая тема, Людмила. Вот если действительно к концу учебы молодой студент понимает, что это не то, чем он хотел бы заниматься, но мама с папой так счастливы, что скоро появится в семье диплом, что делает? Дарья Николаевна, в этом нет никакой трагедии. Более того, вот сейчас многие учатся, сразу получают два образования. В этом нет ничего страшного. Одновременно занимаются, например, хобби. Кто-то рисует, кто-то танцует. Это тоже можно в будущем развить до уровня профессионализма. Вообще на сегодняшний день, чем больше человек, ну, скажем так, умеет что-то делать в своей жизни, да, чем больше вот этих векторов, тем он успешнее, тем больше он интегрирован в общество. Сегодня что-то не получилось, да, один навык не пригодился. Ничего страшного. Я берусь за другое дело. И это без какого-то, знаете, надлома, да. Без трагедии. Без трагедии. И здесь нет никакой трагедии, что на четвертом курсе он вдруг понял, что он не хочет быть врачом. Одним врачом плохим стало меньше, правда? Ну, в принципе, да. Да, ну, нормально. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я хотела бы поздравить Яна Ковалева от лица всего МГБУ имени Шамякина. Как? Мы очень рады за него, это было очень неожиданно. Наше поздравление. А как вас зовут, скажите, пожалуйста? Валентина Дубровская. И весь первый курс язв. Язв. О, весь первый курс. И Валентина. Ну что, спасибо. Я думаю, Яна, это очень приятно. Ну, вот смотрите, что беспокоит наших студентов. Сегодня говорим об этом в прямом эфире. Вот по сообщениям в Вайбере уже вот можно судить, что гомельских студентов волнует высокая плата за обучение, страх не найти работу по специальности и, конечно же, сессия, дорогие друзья. Вот, Ян, как вы готовитесь к сессии? Расскажите. На самом деле, достаточно активно. Страх есть такой же, как вы? Ну, разумеется, потому что без волнения сдать сессию, мне кажется, невозможно. Это как обязательный атрибут. То есть ты всегда проверяешь в последнюю ночь перед экзаменом, ты все ли выучил или не все ли выучил. Ты всегда, даже если ты знаешь, что преподаватель к тебе там предрасположен благосклонно на зачете, ты все равно, ты нервничаешь, потому что, ну, в конце концов, это так ты выстраиваешь свое будущее обучение. Именно от этого все зависит. Вы знаете, вот студент считается человек очень суеверный, да? Да, Игорь, вот вспомните свое студенчество. Наверняка... Под каблучок, да. Наверняка у вас были какие-то приметы, которые вам помогали сдавать экзамены. Ну, так, чтобы приметы. Если ты не подготовился, можешь и петачки... Самая большая примета, да. И петачки под каблучок, все что угодно. Ну и везение. Везение. Да, это не маловажно. Людмила, а в твоем студенчестве были приметы, которые помогали? Конечно, были. Если учишься всю сессию, быть добро. В конце сессии, в конце быть добро. Вот такая примета. Отмечательно. Ну что ж, два месяца прошло, да, вот этого учебного года, чуть больше. Мне кажется, для многих это все-таки два месяца стресса, когда вот на плечи молодого организма вот такой вот... Знаете, вот огромный сваливается груз ответственности за свое будущее. И вот Алексей задает вопрос наш телезритель. Телезритель, порекомендуйте, как подготовиться к первой сессии и сдать успешно все экзамены и зачеты. Бедный Алексей, он даже не представляет, что такое сессия. Людмила, вот что посоветуем? Наташа. Ну, поскольку я была студенткой, я очень много училась, да, очень много. У меня только два высших образования, но там еще есть другие образования. Я знаю, что такое сдавать, да. Всегда старайтесь себя уговаривать в хорошем смысле, да. Да, уговаривать на что? На то, что вы счастливый человек. Вот просто приговаривайте, да, например. Я счастливая, я училась в шикарном вузе. У меня самые замечательные преподаватели. Мне повезло так, как не повезло никому в этом мире. У меня замечательные родители. И дальше, и дальше, и дальше, да. То есть вот я просто сегодня, когда готовилась к передаче, да, я же на нее напросила, чтобы побыть с молодыми ребятами, да. Я принесла два атрибута, да. Вот очень часто мы, когда говорим об учебе в вузе, о сессии, да, мы что делаем? Можете мне подыграть? Конечно. Идите ко мне, да. Вот смотрите. Вот это сейчас будет типичный студент, да, который плохо учится, прогуливает, там, в всяких конкурсах участвует, ему нет до учебы, да. И вот дело к сессии подходит. Одевайте эти очки. Ну, конечно, будет очень презентабельно. Ой, ну, хорошо. Вы смотрите, да, цвет, цвет, который мы окрашиваем события, которые с нами происходят, да, мы формируем внутри. Грубо говоря, мы одеваем вот эти очки по доброй воле. Вот сейчас я надел черные очки. Все темное, правда? Да. Все темное. Особенно сверху. Особенно сверху. Снимайте очки. А вот тот телезритель, который попросил помощи, да, я ему предлагаю. Вот я могу ему даже прямо вот сегодня подарить эти очки, если он отзоветесь. Мы ему подарим вот такие вот розовые очки прямо от души и от сердца, да. Одевайте. Я думаю, вполне в духе современной моды. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Прекрасно. Ну, какие очки, можно не только готовиться к сессии, но и сдавать. Да. Можно приходить. Вы скажете, что вы себе... Что сейчас вы чувствуете? Все стало ярче и, само собой, теперь все кажется легче. Именно благодаря... Серьезно? Это действительно так? А? Это действительно так? Это действительно так. А хотите померить? А вы хотите, да, попробовать, пожалуйста. Ну-ка померите. А я как розовая, у меня как бы... Так. Давайте я вам помогу, Наташа. Спасибо. Отлично. Все розовое, счастливое. Дорогие друзья, вы смотрите «Все в прямом эфире». Добрый вечер, Гомель. Сегодня нас развлекают не только студенты, но и психологи, как и казалось. Спасибо, Людмила. Кому мы дарим эти очки? Тому, кто не боится? Тому, кто задал этот вопрос. Итак, я думаю, что Алексей, пожалуйста, оставьте свои координаты нашему редактору. Эти очки вам, и поверьте, первую сессию вот так вот сдастся, вот так вот. На ура просто. Это технология позитивного мышления. Спасибо большое. Вы знаете, у меня еще вопрос вот есть для Яна. Ян, вот очень быстро, не задумываясь, назовите плюсы и минусы студенческой жизни. Я думаю, плюсы – это вариативность, это очень большое разнообразие. Дальше я бы сказал, что, наверное, вот все-таки, да, вариативность – это главный плюс. Плюс вот этот вот юношеский задор, этот даже максимализм в какой-то степени, да, всего хочу и все могу одновременно. И все можно еще пока, да? Да, да, и пока все можно. Потому что потом, когда ты начинаешь становиться взрослее, на тебя начинают накидываться рамки со всех сторон. Это тебе нельзя… Ну, вообще-то неизвестно, но поверьте, это так. Ну да, но наслышан уже об этом. Ну хорошо, минусы, минусы какие. И минус, та же самая вариативность, я бы вот так сказал. Потому что очень много дорог, а нужно выбрать всего лишь одну, которая бы тебя обеспечивала, которая бы тебе была не в тягости, просто по которой ты бы шел и радовался тому, что ты делаешь. Поэтому вариативность в данном случае это и плюс, и минус. Спасибо. Я хочу предложить узнать мнение зрителей в нашей студии на этот же вопрос плюсы-минусы студенческой жизни. Добрый вечер, представьте, как вас зовут? Эдуард. Эдуард, расскажите, вы же студент, где учитесь и чем занимаетесь? Я учусь в МГПУ имени Шамякина. А, вы приехали с Яном? Да, я приехал с Яном на филологическом факультете. Вы тоже будущий преподаватель? Я будущий преподаватель, да. То есть, серьезно, вы уже решили, что будете преподавать иностранный язык? И никаких амбиций стать дипломатом? Возможно, я еще пока не решил. Пока что для меня цель просто закончить этот вуз, получить диплом, стать достойным звания преподавателя иностранных языков. Может быть, в школе, в вузе, даже в будущем, я не знаю. А скажите, какой у вас средний балл? Средний балл у меня... в вузе вы имеете в виду? Ну да. Я первый курс. А, вы первый курс, вы только начинаете. Ну да, эти очки, кстати, можно, да, если вдруг не найдется. Николай, наш телезритель. Ну, у меня для вас другой вопрос. Как вы считаете, у вас уже есть опыт, два месяца, да? Да, два месяца в институте. Как вы считаете, что волнует студентов? Вот лично вас, что волнует? Меня, как студента первого курса, больше всего волнует именно первая сессия. Потому что... Боюсь. Очень сильно, потому что я вообще без понятия, что это такое и что от этого ожидать. Не знаю, как я сдам, потому что, как говорил Ян, со всех сторон просто набрасывается эта общественная жизнь университета. Везде хочу, везде могу. Можно я по-хулигану? Одевайте очки. Прямо сейчас. И сидите в целый эфир. Все, у вас получится все. Вот, вы по-другому на все посмотрите. Спасибо, Людмила. Спасибо. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, вы тоже из Музыри? Да, я учусь вместе с ними. Местисьяном и Эдуардом. То есть у нас здесь в основном иностранные преподаватели иностранного языка в будущем, да? Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете плюсы-минусы студенческой жизни? Кстати, на каком вы курсе? На первом. Тоже на первом? А, ну ладно. Ну вот на данный момент вы уже определили плюсы-минусы? Ну да. Первый плюс – это, конечно же, активная жизнь, возможность участвовать в разных мероприятиях, развивать себя. Вот. А второй плюс – это, конечно же, получение знаний. Так, а минус? Минус – ну, это нехватка общения с близкими и родными с моего города. А откуда вы сами? Петриков. Ну так привет передавайте. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Людмила, вот согласись, вот сегодня наша студент, она все-таки другая. Другая, совсем другая. Вот мы уже на эту тему как-то говорили. Вот скажи, что тебя как психолога вот все-таки настораживает, пугает, а может быть, наоборот, удивляет и радует. Наташа, вот когда кто-то ругает молодежь, это довольно часто бывает. Но поскольку я вращаюсь в разных кругах, да, то слышу, а вот это молодежь, да. А я всегда другого мнения говорю, да вы что, Беларусь за счет молодежи, она просто расцветает. Наши дети, они амбициозные, они грамотные, неумные. Ведь у меня же тоже есть детки, я тоже на своих детей смотрю, да, как они в этой жизни. Поэтому, вы знаете, наши дети, они не отличаются, наверное, от детей, которые были там 100 лет, 300 лет, 500 лет, да. У них есть свои собственные ошибки, типичные для этого времени. Но у них есть и амбиции, амбиции, причем, смотрите, они имеют и по два образования, да, вот как сегодня говорили. Я отучусь, а потом я пойду дальше. Они планируют свою жизнь, они далеко видят, далеко смотрят. Посмотрите, большая часть из них знает иностранные языки. Они путешествуют, они более толерантны к этому миру. Они не такие ограниченные и где-то даже, может быть, не такие зашоренные, как мы. Правда? Спасибо. Поэтому наши дети, наши дети, дай бог, чтобы у них было великое будущее. И сегодня, я же говорю, я же напросилась на этот эфир, потому что мне хотелось погреться вот в лучах этих славных деток. Вы знаете, есть телефонный звонок. Давайте поговорим с телезрителем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Яна, Светогорова, и я хочу поздравить Яна. Яна, хочу поздравить тебя от себя и от всей группы с победой. Желаем тебе оставаться таким же классным и талантливым. Мы тебя очень любим и очень надо за тебя. Ты самый лучший. Спасибо. Ян, вот благодаря вам. Вы чувствуете вообще ответственность? Весь Мозыр ликует сегодня благодаря вам, понимаете? Вы должны победить также на республиканском конкурсе, тогда вся Гомельская область будет в таком же приблизительном настроении. Я буду стараться. Ну, а возвращаясь вот к нашему разговору, Людмила, вот Игорь, помните, как здесь вот в этой студии, да, мы провожали вас вот и ребят в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Вы вернулись, так? Вы вернулись. Вы вернулись, да. Радует, да. Что же было в Сочи? Оправдались ли вообще надежды нашей белорусской делегации? Дорогие друзья, узнаем сразу после рекламы. Добрый вечер, Гомель. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня студенты всего мира отмечают свои праздники. Вот мы в этой студии решили присоединиться и поговорить о том, легко ли быть молодым. У нас есть много сообщений в Вайбере, есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших зрителей. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, вы в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Яна. Яна, слушаем. Я хотела бы поздравить всех студентов и отвечая на вопрос вашей сегодняшней программы, что волнует сегодня студентов. Ну, я могу сказать свое мнение, что на данный момент волнуют это очень маленькие стипендии. Так. И такой бы вопрос о Белорусскому Республиканскому Союзу Молодежи. Могут ли они помочь с работой для студентов в течение года? Спасибо, очень хороший вопрос. Спасибо большое. Вот мне что нравится в вопросе, не просят увеличить стипендию, а ищут новый способ еще где заработать. Да, есть такая практика у нас в городском комитете. Я так понимаю, что это быстрее всего город Гомель. Да, два варианта. Ну, хорошо, если это не Гомель, районы, то там по-другому. Да, можно зайти на сайт областного комитета БРСН, там есть раздел «Работа», заполнить там анкету, заполнить предпочтение, что бы вы хотели, нажать «Отправить». Эта анкета автоматически переадресуется по адресу, который вы указали, и с вами свяжется секретарь первичной организации в том ВУЗе, в котором вы учитесь. Но, в принципе, вы оказываете помощь людям трудоустроиться именно в течение учебного года? Да, потому что много частных предпринимателей, которые заинтересованы в таком временном труде, то есть раздаче какого-то материала, то есть, ну, грубо говоря, подработка временная, они обращаются к нам, что вот если есть желающие, то они могут к нам приходить. И вот мы как аккумулируем желание нанимателей и вот желание молодых людей подработать. Игорь, вы были в Сочи недавно, да, говорим об этом часто. Вот скажите, что нового почерпнули для себя с этого фестиваля? Ну, вы знаете, во-первых, я очень был поражен масштабом, да, когда мы здесь с вами встречались до отъезда. Мы говорили цифры, 188 стран, 25 тысяч, но это все были цифры, слова. Но когда ты приехал туда, только там, наверное, смог каждый из нас осознать масштаб этого мероприятия. И поражало, насколько вовремя и правильно в современном мире это мероприятие, да, собрать всех в одном месте молодых людей и показать им, что нет разницы, какой у тебя цвет кожи, нет разницы, на каком языке ты говоришь. Все одинаковые, две руки, две ноги, голова, да, все зависит только от тебя. И самый главный там был посыл, что неважно, с какой ты страны, да, с развитой, с развивающейся, может быть, не очень богатой, но что проблема у всех одна. Это экология, это бедность, и эти проблемы присущи всем странам, по сути. И там рассказывалось очень много примеров, как в одной стране решается это, чтобы этот молодой человек приехал к себе и вот постарался реализовать это у себя. Очень, ну, своевременный форум, который, я думаю, что, ну, должен повториться. Конечно, каждый год это тяжело будет такого масштаба, но раз в три года, раз в пять лет обязательно, потому что люди очень с другим мировоззрением уезжали оттуда. Скажите, пожалуйста, вот этот форум лично вас и наших ребят вот как-то изменил, как вы думаете? Ваше отношение, может быть, к молодым, к жизни вообще? Во-первых, все очень сильно подружились. И тот, кто наукой занимается, и тот, кто занимается творчеством, уже к середине поездки это были такие, ну, друзья, я не побоюсь этого сказать, которые вместе ходили на всякие семинары, на конкурсы и так далее. Ну, и, как я сказал, они, наверное, чуть-чуть с другими ценностями уехали. Я так не буду говорить, что они приходили и говорят, вот у нас другие ценности. Это же видно все, какие ценности у человека. Как вас вообще принимали? Ой, принимали, но на самом деле я вам хочу сказать, что я знал, что любят Беларусь. Ну, не настолько. Ну, не настолько, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Приятно. Да, да, очень было приятно. И, во-первых, наша форма, мы бросались в глаза, и делегация наша была вторая после российской. То есть, ну, это говорит о том, что по количеству людей. И когда видели герб, когда говорили, о, Беларусь, у нас там на спине надпись была, да. Все, да, молодцы, классно, да, там, батька ваш молодец. Ну, да, ну, я, я как бы думал, что это, знаете, как бы среди стран СНГ, но, на самом деле, европейские страны очень, все знают Беларусь. И это за 20 лет нашей независимости. И я вам хочу сказать, что, наверное, мы все правильно делаем. Спасибо. Ну, я бы хотела напомнить, что на этом масштабном форуме в Сочи нашу страну представляли 300 молодых талантов, 25 из них это были представители Гомельщины. И сейчас, дорогие друзья, я хочу пригласить в эту студию Максима Кирьянова, 19-летнего участника этого международного форума, учащегося в машиностроительного колледжа. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада видеть вас, Максим, в нашей студии, но не просто как участник форума вы пришли еще к нам сегодня на передачу, но еще как изобретатель. Дело в том, что вы представляли в Сочи собственное изобретение, это перчатка-робот, который помогает пациентам после инсульта восстанавливать. Для реабилитации и восстановления после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения. Вот расскажите, пожалуйста, как приняли там на форуме ваш проект? Приняли проект очень тепло, была выражена очень большая заинтересованность со стороны России, из других делегаций, обменивались контактами и договаривались в будущем связаться. То есть вы хотите сказать, что вы предложили что-то уникальное или все-таки там вы удивились тоже каким-то интересным проектам? Конечно, было очень много интересных проектов, особенно российских вузов, которые представляли огромный блок робототехники и мехатроники, в принципе. Ну, вы для себя что-то там почерпнули интересное? Конечно. Для будущих разработок, да? Ну, надеемся. Максим, ну, все-таки нам не терпится разобрать вот эту вашу перчатку на детали, вы уж извините, пожалуйста, чтобы было понятно нашим зрителям, в чем ее смысл. Вот я вижу, там есть резиновая перчатка, какие-то проводочки. Расскажите, что это за чудо техники, которое вы предлагаете? Перчатка состоит из модуля, который просчитывает все движения сервомоторов, самих сервомоторов, которые изгибают пальцы, и блока питания, который крепится на руке у пациента. Все довольно просто. Нет, непросто. Давайте попробуем его проверить. Давайте нам попробуем. Нужна ваша правая рука. Так, так, так. Надеваем перчатку. Не больно это будет? Нет. При инсульте рука человека находится в состоянии спастики, то есть когда пальцы у нас вот так вот сжаты. Перчатка занимается тем, что учит человека, в принципе, заново пользоваться своими руками. Ой, что-то тикает. Работает все это по принципу механотерапии. Робот разминает пальцы пациента и заставляет заново учить человека. То есть это перчатка-робот, видишь, она... Вы можете ей сопротивляться. Сопротивляйте. Она получается сопротивляться? Я сопротивляюсь. Она все равно сможет это делать. Ей не принципиально, сопротивляетесь вы или нет. Ну, я, например, знаю, что есть такие аналоги подобного устройства. Да, конечно. Аналогов этого устройства довольно много, но проблема всех аналогов в их стоимости. Минимальная стоимость аналога это 25 тысяч евро. В то время как моя перчатка и весь комплекс к ней стоит 25 долларов. Ничего себе, почему так дешево? Потому что используемые стандартные компоненты, которые можно, в принципе, найти во всех радиолюбительских магазинах. Написан собственный софт и собственная программа управления. Ну, вы мне скажите, пожалуйста, Максим, как долго вы это изобретали? А можно я уже сниму? Я порядка двух месяцев. Освободите. Конкретно первые прототипы были созданы за две недели ночью перед конкурсом. О! А вы вообще интересовались у врачей? Как восприняли медики? Конечно. Разработка всего устройства велась при поддержке Гомельского госпиталя ветеранов и лично у Саванитали Николаевны. Это врач-реабилитолог, который там. И также она заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии Гомельского медуниверситета. Что говорят? Говорят, отличные отзывы о ней есть. Проекту быть? Да, конечно, быть. Ну что же, я должна рассказать нашим телезрителям, дорогие друзья. Дело в том, что вот эта разработка, вот эта перчатка-робот, она заняла первое место в республиканском научно-инженерном конкурсе. Есть даже информация, что Максим ведет сегодня переговоры с Парком высоких технологий и Национальной академией наук Беларуси по дальнейшему совершенствованию этого устройства. Вот скажите, пожалуйста, есть ли действительно шанс, что эта разработка будет когда-нибудь внедрена в масле? Да, конечно, этот шанс есть. Сейчас мы начинаем клинические испытания в Гомельском госпитале ветеранов для того, чтобы окончательно утрясти все моменты по софту, по работе устройства и дописать все. Полностью готовый вариант. Вы знаете, мне подсказывают, что есть сообщение в Абере. И спрашивают, как вам Сочи, поделитесь впечатлениями. Впечатлений в Сочи очень много. Это огромнейшее мероприятие с огромнейшим количеством людей, где постоянно было общение, постоянно были новые знакомства. Это даже непередаваемое ощущение. Эмоции полностью переполняют. Это останется у нас в памяти, наверное, навсегда. Спасибо. Ну, Максим, у меня еще один вопрос. Есть ли у вас свой блог, где можно, в принципе, узнать о ваших изобретениях? Да, есть. Это моя страница ВКонтакте. Также там довольно много материалов из Сочи и ролики за каждый день, которые мы там провели. И все про ваше изобретение? Конечно. Спасибо большое. Я не зря спросила. Дело в том, что сегодня каждый второй студент, если не первый, это все-таки блогер. БРСМ даже конкурс, я знаю, устроила для них недавно. Игорь, о чем же говорит молодежь в своих блогах? Ну, говорят каждый о своем, кто чего волнует. И кто-то говорит о идее, это фудблогеры, кто-то о спорте, кто-то говорит то, что видит, то и поет. Неважно, ведь здесь у тебя все возможности. У тебя есть телефон, у тебя есть желание, и ты можешь стать блогером. А можешь стать популярным блогером, и в дальнейшем это будет тебе приносить доход. Это одна из грани, которую ты, наверное, не узнал бы, если бы не попробовал. Спасибо большое. Телефонный звонок мне подсказывает, у нас есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Половина Галина. Слушаем вас внимательно. Я хотела бы поздравить своего одногруппника и лучшего друга Яна Ковалева с победой, заслуженной победой, а также передать своему другу Максиму привет. Максим, да как это получилось? Как раз это один из делегатов в Сочи, которая была с нами. Кто? Галя. Галя. Галина Туровец, которая? Нет, которая звонила. А, все. Она от Мозыря ездила на фестивальные. Мы очень рады вас слышать. А вы еще с нами? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Как съездили в Сочи? Съездили потрясающе. До сих пор переполняют эмоции, безумно скучая по всем ребятам, с которыми провела там время. Ну и ответьте, пожалуйста, нам на вопрос. Как вы считаете, что сегодня волнует студентов современных? Ну скажем так, студентов всего мира. Ведь вы же были в Сочи, где встречались со студентами самых разных стран. Да. По-моему, студенты всех мира всегда волнуют именно взаимоотношения людей между друг с другом. Хороший ответ. Спасибо большое. Спасибо. Ну, мы говорили про проект «100 идей для Беларуси». Вот как он вообще продвигается на Гомельщине? Ну, с каждым годом у нас становится все больше участников. Это связано с тем, что он набирает популярность. И в том числе среди молодежи они начинают осознавать, что для них появилась дополнительная площадка, где они могут заявить о себе, о своем проекте и завести, наверное, новые знакомства, которые будут судьбоносны в реализации своего проекта. Несмотря на то, что помимо того, что Максим побеждал и в конкурсах, он и побеждал и в стадиях для Беларуси, я думаю, что этот проект ему дал знакомство и людей, которые позволят быстрее реализовать свой проект. Поэтому сейчас наша основная цель и задача – это поиск материальных каких-то вопросов, чтобы для поддержки этих финалистов нашего конкурса. Потому что, ну, просто провести конкурс, вручить рамку и сказать спасибо, этого мало. Надо молодого человека поддержать, и чтобы он, может быть, станет нобелевским лауреатом благодаря, вот даже Максим, ну, благодаря не этой перчатке, а благодаря тем вещам, которые он еще не придумал. Но он не должен забрасывать это, он должен развиваться в этом. И вполне возможно, что уже будем брать у него по другому поводу интервью. Ну, вполне возможно. Игорь, а скажите, пожалуйста, вообще часто ли идеи из проекта «100 идей для Беларуси» имели уже свое какое-то практическое применение? Ну, с учетом того, что… Как они реализуются, вот эти вот идеи наши? Буквально вот даже если взять, там, два-три года назад, больше была социальная направленность проектов, да, то есть приходили какие-то с проектами, там, педагогическими, по психологии проекты какие-то были. То сейчас это уже на чашу именно техническую склоняется. И то, что может принести пользу государству, то есть в экономическом плане, да. Поэтому мы сейчас стараемся акцент делать на технической части этих проектов, вот такие, как у Максима, и поддерживать их. Спасибо. Людмила, скажи, пожалуйста, вот часто ли ты теряешь ключи или флешку? Ну, Наташа, бывает, бывает. Ну, не часто, а бывает. Вот вполне возможно, что уже скоро, Людмила, искать утерянные вещи, нам всем будет помогать специальный гаджет, который придумал гомельский студент. Я хочу пригласить в эту студию еще одного молодого, талантливого гомельского изобретателя, магистранта Гомельского технического университета имени Сухого. Встречайте, дорогие друзья, Александр Матвеенков, у нас Гося. Добрый вечер, Александр. Проходите к нам, пожалуйста. Присоединяйтесь. Я знаю, что вы не просто так пришли, не с пустыми руками, что называется. Ну, давайте по порядку. Ваш проект признан одним из шести победителей областного этапа республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Все верно? Да, верно. Ну, вот тогда расскажите нам про свое изобретение. Ну, мое изобретение призвано помочь людям найти потерявшийся предмет. Небольшой, ну, или большой, такой как чемодан или сумка, например. А, то есть и чемодан, не только ключи? Да, конечно. Его можно прицепить практически на все, что угодно. Ну, в моем случае это обычные ключи. Ключи, так. Вот. Вот расскажите, да. Появилось, когда я потерял флешку с важными документами. Вот. И эти документы надо было сдавать в срочном порядке. И надо было что-то придумывать. Вот. Так появилась, собственно говоря, эта идея. Расскажите, как работает ваше устройство? Внутри у него Wi-Fi модуль. Так. Вот. Который является точкой доступа. С помощью смартфона мы подключаемся к устройству. И с помощью приложения нажимаем на кнопку. Она подает звуковой сигнал. Я не могу вас просто так отпустить с сегодняшнего эфира. Давайте попросим Людмилу ключи спрятать. Да, надо продемонстрировать. Да, и продемонстрировать нашим зрителям, как это сложно или просто. Прячем. Должно пикать, да? Ну, не знаю, ты спрячь сначала. Мы сейчас все узнаем. Хорошо. Пошла прятать? Ну да, давайте вот вам. Итак, мы спрятали ключи. Они потерялись. Да. Так, как нам их найти? Я включаю Wi-Fi, запускаю приложение и нажимаю кнопку. Вот, я слышу. Людмила, ты слышишь? Ты нашла ключ? Спасибо. Сигнал довольно. Ну, очень быстро. Да, довольно быстро. Я так понимаю, что вы много вещей уже, наверное, нашли с помощью этого устройства. Ну, в хозяйстве пригодится. В хозяйстве пригодится. Спасибо большое. Александр, ну, а вы собираетесь останавливаться на достигнутом? Или все-таки у вас есть уже какие-то интересные разработки для будущих изобретений? Ну, пока только планы. Пока только планы. Это уже хорошо. Спасибо большое. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Александра и Максима за то, что пришли сегодня к нам в студию. Напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель. Легко ли быть молодым» — тема нашей программы. И далее мы расскажем, как живется на Гомещине вчерашним студентам, выпускникам наших вузов. В прямом эфире «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем нашу программу «Легко ли быть молодым» — тема, которую мы сегодня обсуждаем в нашей студии. Поговорим далее о том, как живут на Гомещине молодые специалисты, с какими проблемами сталкиваются и вообще довольны ли выбором своей профессии. Я хочу пригласить в эту студию Марину Давыдок, молодой специалист. Встречайте. Марина, добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Рада видеть вас в нашей студии. Расскажите нам, что вы за специалист, где учитесь, где работаете. Ну, я молодой специалист, я работаю инженером-электриком. Где? На птицефабрике «Рассвет». Отучилась я в Белорусском аграрно-техническом университете в Минске. А в чем заключается ваша работа сегодня? Это очень удивительно для женщины. Инженер-электрик. Вы серьезно? Электрик? Может, вот лампочки вот эти, да? Я все правильно понимаю? Да. Вы расскажите, в чем заключается сегодня ваша работа, вот каждый день? Что вы делаете? Ну, прихожу на работу, провожу планерку. Так. Ну, а дальше уже как? Что есть? Ну, вы ходите по объектам, меняете какое-то оборудование. Следите, наверное, за всей этой вот электросистемой птицефабрики? Конечно, да. Это же очень ответственно. От вас же прям зависит это... Вся птицефабрика. Ничего себе! Вот, Марина, вы сказали, что учились... В аграрно-техническом университете. Это в столице? Да, в Минске. Скажите, такие возможности были. Почему вернулись? Ну, у меня было целевое направление, как бы, на Гомельскую область, закрепление. Поэтому мне вот пришлось приехать обратно. Ну, не жалеете, что вернулись именно в Гомель? Ну, как бы, даже и нет. Мне нравится здесь работать. Ну, хорошо, тогда спрашивай по-другому. А что, в принципе, могло привести молодую, симпатичную девушку на факультет вот этот агроэнергетический? Да. Ну, мне предложили, как бы, у меня как бы технический склад ума, можно так сказать. Предложили инженер-энергетикам отучиться. Я подумала, почему бы нет, почему бы не попробовать. А предложили родители? Нет, мне в школе предложили. Почему бы нет? Я поехала, попробовала, мне понравилось, даже очень сильно заинтересовалась. То есть вы хотите сказать, что вы не жалеете о выборе этой профессии? Нет, совершенно нет. Ну, хорошо, тогда расскажите всем, кто боится, получая диплом, идти на работу, вот нашим вот сегодняшним студентам. Расскажите, пожалуйста, что самое сложное в первый год работы для вчерашнего студента? Боязнь коллектива. То, что коллектив тебя не воспримет. У вас как было? Меня восприняли, у меня очень хороший коллектив. Просто, когда приходишь на работу после университета и боишься то, что ты пришел молодой специалист, тем более на какую-то руководящую должность, и то, что тебя не воспримут всерьез. То, что люди там уже сработались очень долго, а ты тут пришел молодой, неизвестно. Спасибо, спасибо большое. Игорь, скажите, пожалуйста, как сегодня устраиваются наши студенты и как БРСМ помогает в этом? Ну, во-первых, мы стараемся помочь им с трудоустройством. Вот если взять стройотряды наши, с Белгута парни, которые работают в свободное от учебы время, если хорошо себя зарекомендовывают, то после окончания университета у них не возникает вопроса, куда идти. Их готовы уже чуть ли не прорабам брать на стройку, потому что видят, что особенно командиры отрядов этих, которые себя зарекомендуют именно с лидерской стороны, их уже берут к себе на работу. Но самое главное, что бы я хотел посоветовать, залог успеха – это зарекомендовать себя на практике. Потому что если ты там себя хорошо зарекомендуешь, то любой наниматель заинтересован в толковом молодом кадре. Если тебя там увидят и заметят, то у тебя тоже не возникнет вопросов по трудоустройству. Спасибо. Людмила, а что бы ты могла пожелать или какие советы дать студентам, которые, например, завтра получат диплом, вот уже через год его получит Ян, и вот отправят на свое первое рабочее место? Точно, если у них уже есть распределение, и они знают, на какое предприятие они приедут, пусть заранее начнут жить жизнью этого предприятия, заходят на сайты, приезжают на предприятие, знакомятся с будущим коллективом. Никто вам этого не будет запрещать, правда? И это будет очень такое плавное вхождение в коллектив. То есть заинтересованность, прежде всего, должна быть в глаза. Заинтересованность, конечно. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, легко ли быть молодым, и вообще какие вопросы волнуют современных студентов, ведь сегодня Международный день студентов. Очень много поздравлений было в прямом эфире. Есть вот последнее сообщение, которое мне хотелось бы прочитать от Марины Викторовны. Моя внучка Даша заканчивает второй курс университета, и я вижу, как тяжело ей приходится от всей души. Желаю своей любимой внучке и всем студентам сдавать экзамены на десятки. Да, учитывая ваше сообщение, дорогие друзья, можно предположить, что сегодняшних студентов волнует все-таки извечные проблемы. Как сдать сессию, где найти работу, как общаться с родителями, куда пойти на выходные и даже где найти любимого человека. Ну что ж, удачи вам. Это был Добрый вечер, Гомель, Наталья Волынец. Спасибо всем и до новых встреч в прямом эфире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ